Туристы и милитаристы, мир у мир, нет войне. И вот почему-то, как мне показалось, очень немногие мои зрители разделили со мной полнейший восторг от ритуала серкети. Этот нож сейчас вышел в черном цвете, и он вот что в бело-голубой рукояти потрясающий, что в черном цвете потрясающий. Причем серкети, они такие самодостаточные, сидят на своем американском рынке, делают условно качественные, скажем так, вещи. Скажем так, когда серкети делают что-то такого плюс-минус европейского качества, у них ценник взлетает просто. А вот по своей вот средней ценовой категории, они делают такой именно по качеству бюджетный Китай. Ну, по факту. И используют довольно недорогие стали. И особо не парятся на эту тему. Почему? Потому что, повторюсь, очень патриотичный внутренний рынок, огромный рынок, который, собственно говоря, их употребляет. Вот. И я был удивлен, что не было столько восторгов в сторону ритуала. Как так? Такой нож просто шикарничий. И вот реклус – это что-то в этом стиле, немножко другое, но не хуже. Это очень-очень интересно. Здесь классная микарта, здесь титан, здесь все по красоте. Вообще реклус – это затворник, узник, только при этом слово пишется через Си. То есть здесь стоит Кей, а нам нужен Чарли. Я не знаю. Я оставляю авторскую орфографию, потому что, может быть, реклус – есть какое-то слово именно с Кей. Но, как я понимаю, с Си у нас именно затворник, узник. Ну, хрен знает. Посмотрим, короче говоря. Пускай будет. Пускай светит, как говорится. Вот. И клипса у нас такая симпатичная. Не могу сказать, что прям я от нее в полном восторге, но она красивая. Такая очень свето-звукопоглощающая. Совсем немножко такой микартовой жопки торчит у нас из кармана рукояти. И вот что мне приятно, то что винты здесь не бросаются в глаза. Потому что буквально недавно я вам показывал Ferrum Forge, там, где был просто потрясающий стоунвошный титановый рукояти. Шикарнейшая титановая клипса, но при этом два слепительных сверкающих винта – все вот это вот очарование они разрушали. Здесь все по уму. Клипса у нас однопозиционная, типа об кончиком кверху, под правую руку. И самое еще прикольное то, что этот нож у нас слепджойнтовый. Причем очень-очень тугой такой здесь слепджойнт. Четко под 90 градусов фиксируется нож. Так, ну что, отвлекался я довольно надолго, поэтому сейчас возможны какие-то повторы. Кто-то это может назовет какой-то безалаберностью, безответственным моим отношением. Мне проще это назвать эффектом живого общения. Вот я вышел, свои какие-то дела там поделал, обсудил и теперь к вам вернулся. Итак, очень-очень прикольный нож. Единственное, что я сразу, ребята, скажу, что на мой взгляд, Джастин Кох слегка подпереборщил вот с этими спусками комбинированными. Почему? Потому что здесь именно, если мы не берем с точки зрения как бы именно дизайнерской, а с точки зрения того, что здесь очевидно, что у нас сейчас, секунду, ближе к кончику идут сама по себе толщина клинка потоньше и спуски повыше. И это выглядит прикольно, реально прикольно, я могу сказать. А ближе к рукояти как бы идет более такой ломовитый у нас клиночек. Все здорово, но с другой стороны, максимальная, скажем так, работа, на которую вот эта ломовитость нужна, это заточка карандаша. А по сути, карандаш можно заточить и верхними, как говорится, более тонкими спусками. Сейчас у меня какой-то убежал, он нахрен вообще резкость. Вот фокус убежал. Так вот, и почему? Потому что при каком-то строгании, если вы не строгаете гвозди, а хоть какую-то минимальную деревяшку, ну вот смотрите, молоточный хват, кстати говоря, несмотря на то, что здесь изогнутая вниз рукоять, такая бульбочка полупистолетная опускается, именно разбойничьим. Молоточный хват здесь за счет того, что рукоять небольшая. У меня единственное, что здесь немножко поджимает, именно видите, когда я сжимаю изо всех сил мизинец, то у меня здесь начинает чуть-чуть играть, именно за счет того, что так вот резко изогнуто. Поэтому самое простое, и этого даже для строгания хватит, это именно мизинцем номинально придерживать, но основное сжатие осуществлять вот этими тремя пальцами, тогда действительно я понимаю, что совершенно спокойно он будет строгать. Но представьте себе, даже колышек там, я не знаю, блин, ну сколько, 2 на 2 сантиметра, предположим. Так или иначе, у вас все равно будут задействованы оба вот этих участка. То есть, если бы здесь клинок был где-нибудь там плюс-минус, ну хотя бы там 130-140 миллиметров, я бы сказал бы, да, явно здесь более такой плотный участок рассчитан на то, чтобы строгать. И вот этот вот передний, скажем, край, он больше для того, для того, чтобы какую-то аккуратную режущую работу делать. В формате этого ножа я совершенно четко считаю, что это именно в чистом виде дизайнерские такие примочки. Теперь давайте пробежим по ТТХ. RECLUS S Urban EDC Supply, дизайн Джастин Кох, длина 171 миллиметр, длина клинка 71 миллиметр. Кстати говоря, вот в этом смысле Джастину респект и уважуха. Почему? Потому что можно экономить на клинки, нельзя экономить на рукояти. Для такого малыша здесь именно рукоять очень-очень даже почему же. Ширина клинка 25 миллиметров. Спуски, как я вам уже сказал, это они вот такие вот комбинированные именно. Толщина клинка 3,2. И как раз-таки при спусках, ну, блин, давайте чисто, условно-теоретически обозначим их как будто бы от середины. Довольно получается для такого малыша ломовитый клинок. Финиш клинка Stone Wash. Вес всего 65 грамм. Почему? Потому что, как вы видите, у нас нет необходимости, в принципе, в лайнерах. У нас здесь slip joint. И поэтому просто 2-2 плашки из Микарты используются в качестве рукояти. Сталька CPM S35VN. А это уже очень круто. Почему? Потому что, в принципе, хорошие породистые стали здорово использовать на небольших ножах. Они, скажем, именно своими рабочими какими-то свойствами в таком случае компенсируют небольшую длину клинка. На ламни этот нож стоит 319 евро. Здесь, конечно, повисла пауза. Кто-то, может быть, поставил на паузу, отмотал назад и переспросил. Да, 319 евро за slip joint. И я более чем уверен, что эти ножи будут пользоваться популярностью. По той простой причине, что он классный. Он не такой, как все. Он действительно очень интересный. И если я отметил наличие молоточного хвата у этого ножа, то, конечно же, диагональность здесь и вот таким вот образом. Если вам нужно, скажем, именно где-то что-то как-то вот там, я не знаю, проковырять, подколоть. Если нужно что-то вот таким образом подрезать, то сюда у нас ставится палец на возвышение обуха, на насечку. Большой палец вот вам, пожалуйста. При каких-то вот таких манипуляциях сюда же ставится указательный палец. Но обратные хваты при таких ножах это чисто такой. Хотя нет, здесь как раз-таки опять же изгиб вот в эту сторону у нас по ладони. И получается довольно интересно и весело. Вот вам, пожалуйста, отверточка. И в общем и целом такой злой крокодиленыш, скажем так, с таким глазиком интересным. Дизайна в этом ноже много. Отверстия для темляка. В принципе, на такой рукояти сюда, если поставить бриллиантовый стандартный узел из паракорда, вот чтобы он вот здесь стоял, почему бы и нет. Опять же, мизинцу будет не скучно при диагональном хвате. То есть, в общем и целом дорого. Но своих почитателей этот нож найдет в первую очередь среди тех, кому понравятся формы и рукояти, и клинка. Здесь еще такой момент. Видите, у нас идет, ну это и не тантоид, но и не совсем плавная линия режущей кромки. Что у меня с фокусом, я в принципе не понимаю, но я надеюсь, что вы хоть что-то видите. То есть, вот здесь вот явно сделан такой уголок, именно для того, чтобы именно этим уголком основные какие-то вскрывательно-нарезательные моменты осуществлять. Ну и очень-очень жесткий. Сейчас самое главное, что вот как раз таки при таком жестком рассчитать, как далеко у вас указательный палец находится. Потому что пружина настолько сильная, что если бы у меня палец находился, вполне возможно, кстати говоря, что Джастин Кох вот эту вот выборку в рукояти он именно обозначил как границу, за которую пальцем лучше не залезать. Вполне возможно, так оно и есть. По крайней мере, сейчас опытным путем я вот до этого дошел, потому что если будет ближе, то, конечно, сразу же будет порез. Для того, чтобы все это и все равно цепанул, сука, на выходе. Вот спасибо тебе. Рокодилы есть, по-другому не скажешь. Аккуратную дулечку сделал автор для того, чтобы можно было как бы проще его точить. Ну, здесь, получается, специалисты по заточке. К вам вопрос. Все равно получается, с учетом именно длины клинка меньше трех дюймов, так или иначе, здесь будет под один угол заточка. И как это все будет выглядеть именно на переходе. Это если только у кого будет этот нож, и он поделится своим опытом. Закрываем. При закрытии вот сюда, над фальш-лезвием, очень удобно встает именно ребро ладони у меня. Чик-трак. И вот такой вот красавчик получается в руках. Мне нож понравился. Мне очень нож понравился. Именно чисто внешне. Может быть, он не такой меня восхищающий, как ритуал, но крайне интересный дизайн. Действительно. И здесь все. И Stonewash в тему вот с такой микартой. Такой прямо вот действительно и десишничек. По крайней мере, точно, если вы этот нож достанете из кармана при, как говорится, при братве, при нажиманах, сразу потянутся руки, чтобы посмотреть, помацать, пощелкать. Все. Спасибо за просмотр. Всего доброго. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok